Великую Отечественную войну Великую Отечественную войну Войска Красной Армии защищали этот город Не считаясь потерями И, конечно же, фашисты не считались С тем, что гибло много людей с их стороны Упорно совершали натиск за натиском, вал за валом Попытки штурма этого города Им, конечно, хотелось захватить этот город Максимально быстрые сроки И 30 сентября 1942 года В огромном зале Левенбру Келлера В Мюнхене Гитлер сказал такие слова Можете быть уверены Никто не сумеет сдвинуть нас с этого места Я хотел достигнуть Волги И при том в совершенно определенном месте У совершенно определенного города По воле судьбы он носит имя самого Сталина Это был гигантский перевалочный пункт Его я хотел занять И вы же знаете Мы не любим хвастаться Он теперь в наших руках Осталось всего несколько маленьких плацдармов И историки свидетельствуют Что после этих слов Слова Гитлера потонули В восторженном реве присутствующей толпы С другой стороны В противовес этому высказыванию И этому мнению Мы можем с вами вспомнить Знаменитый указ Или приказ Верховного главнокомандующего Советской армии Иосифа Виссарионовича Сталина Который записан под номером 227 И который в армии стали называть Приказом Не шагу назад В нем звучат такие слова Давайте я прочитаю их вам Немцы не так сильны Как это кажется паникерам Они напрягают последние силы Выдержать их удар сейчас В ближайшие несколько месяцев Это значит Обеспечить за нами победу Можем ли мы выдержать удар А потом отбросить врага на запад Да, можем Ибо наши фабрики И заводы в тылу работают так прекрасно И наш фронт получает все необходимое И больше самолетов Больше танков Артиллерии Минометов И вот в этом приказе 227 Ставится прямо такой вопрос Чего же у нас не хватает Если фабрики работают Если все выпускается Если армия снабжается всем необходимым И вот там же дается Открытый Откровенный Прямой ответ Не хватает порядка и дисциплины В ротах, батальонах, полках, дивизиях В танковых частях и эскадрильях В этом теперь наш главный недостаток Мы должны установить нашей армии Строжайший порядок Дисциплину Если мы хотим спасти положение И отстоять нашу родину Вот это действительно Была величественная битва Потрясающий эпос Военных времен В которой смешались Это была борьба В которой на самом деле смешались Люди Железо Злость Упорство Стратегия Желание победить И конечно же Неизменный спутник всех войн Смерть Смерть, но и победа Победа советского народа Которую конечно же В данном случае можно назвать Первой Потому что она была достигнута Огромными потерями Вы знаете вероучение Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня И вот оно разделено На темовые разделы Которые присутствуют В Священном Писании Которые освещаются в Библии И вот восьмой раздел Или восьмая доктрина Нашей Церкви Так и называется Великая борьба И наверное уместно Сегодняшнем дне Воспоминания Великой Отечественной войны Обратить внимание На то Что говорит Библия О более масштабной Величественной Потрясающей Вселенской битве Зла и добра Битве Христа И битве Сатаны За сердца человеческие Священное Писание Повествует Об этой Грандиозной Общемировой битве Осознание этой битвы В которую включена Или вовлечена Вся Вселенная Помогает понять Зачем Христос Две тысячи лет назад Приходил в наш мир С какой целью Для чего На страницах Библии Люцифер Падший ангел Дьявол и сатана Он Представляет собой Силы зла Воюющие против Христа Его ангелов И церкви Божией Вот Люцифер Представлен символически В виде Тирского Или Вавилонского царя Люцифер Сын Зарей Что в переводе Переводе значит Помазанный Херувим Присутствовал В присутствии Находился В присутствии Бога Он был Осеняющим Херувимом Об этом мы читаем В книге пророка Исаии В 14 главе 12 стихе И книге пророка Иезекиили В 28 главе 14 стихе О нем сказано Ты печать совершенства Полнота мудрости И венец красоты Ты совершен был В путях твоих И со дня Сотворения твоего Доколе не нашлось В тебе Беззакония Хотя появление Греха Невозможно Не объяснить До конца Не оправдать Ни в коем случае Но истоки Его следует Искать В гордости Люцифера В книге Иезекииля В 28 главе 17 стихе Написано От красоты Твоей Возгордело Сердце Твое От тщеславия Твоего Ты погубил Мудрость Твою То есть Люцифер Не захотел Довольствоваться Тем высоким Положением Которое Было У него Которое Дал ему Сам Творец И Исполненный Эгоизма Он Выжелал Быть равным Богу Оговорил Сердце Своем Взойду На небо Выше Звезд Божьих Вознесу Престол Мой Буду Подобен Всевышнему Как написано В книге Пророка Исаия В 14 главе 12 и 14 стихах Сатана Желал иметь Положение Бога Место Божье Занимать Но он Не желал Иметь Характер Бога Он хотел Обладать Властью Бога Но не Хотел Ничего Общего Иметь Такой Чертой Характер Бога Как Любовь Восстание Люцифера Против Божьего Правления Было Первым Шагом На его Пути Следуя По которому Он Стал Сатаной Или Противником Божьим Тайное Коварство Люцифера Его Обманчивые Действия Привели К тому Что Многие Ангелы Усомнились В Божьей Любви И Божьей Справедливости И Последующие За этим Недовольство Божьим Правлением Привело К тому Что Одна Треть Ангелов Присоединилась К восстанию О чем Мы читаем С вами В книге Откровения В 12 Главе И 4 Стихе И Мир Мир Спокойствие В Божьем Мироздании Были Нарушены Потому Что Произошла На небе Война Как Пишет Нам Откровение 12 Глава 7 Стих Небесная Война Привела К тому Что Сатана Который Назван В Писании Великим Драконом И Древним Змеем Был Низвержен На землю И Ангелы Его Низвержены С ним Откровение 12 Глава 9 Стих Так Нам Об этом Говорят Как же Люди Оказались Вовлеченными В эту Борьбу Которая Некогда Началась На небе После Своего Изгнания С небес Сатана Посеял Семена Своего Восстания На земле Приняв Обличие Змея И Приводя Те же Самые Доводы Которые Он Приводил Падшим Ангелам Он Сумел Подорвать Доверие Адама Евы К своему Творцу О чем Написано В книге Бытие В третьей Главе Пятом Стихе Сатана Возбудил В Еве Недовольство Тем положением Которое Она Занимала И Которое Занимал Ее Муж Затем Ее Увлекла Перспектива Быть Равной Богу Она Поверила Словам Искусителя И Усомнилась В словах Божьих И Вопреки Запрету Бога Она Съела Плоды С дерева Познания Добра И зла И Побудила Мужа Сделать Тоже И он Вкусил Плоды И Поверив Смея Больше Чем Словам Творца Они Тем Самым Потеряли Доверие К Богу И Нарушили Свою Верность Ему Страшно Подумать Но Семена Борьбы Которая Началась На Небесах В Присутствии Бога Пустила Спустя Какое-то Время Свои Корни И На Земле Соблазнив Наших Прародителей Ко Греху Сатана Тем Самым Отнял У них Владычество На Земле Окупировав Планету Он Стал Притязать На Право Быть Князем Мира Сего Сатана Бросил Вызов Богу И Его Справедливому Любвеобильному Правлению Во всей Вселенной Последствия Борьбы Между Христом И Сатаной Вскоре Стали Отчетливо Проявляться Потому Что Грех Исказил Первозданный Образ И подобие Бога В Человеке Хотя Бог Предложил Человечество Через Адам И Его Завет Благодати О котором Мы читаем С вами В книге Бытие В третьей Главе В пятнадцатом Стихе Но их Первый Сын Каин Как мы Видим Убивает Своего Брата Авеля И вот Происходит Начинает Происходить Битва Умершление Одних Людей И другими Начинает Происходить Происходить Процесс Неновости Доказательства Через силу Убеждение В своей силе Через насилие И так далее На этой земле Я хотел бы Сейчас Вместе с вами Обратить Внимание На одну Историю Которая Записана В Евангелии От Марка В пятой Главе Будем читать Вместе С вами Братья и сестры Давайте откроем Марк Пятая глава И у нас будет Эта история Связана С Землей Годаринской На которую Пришел Иисус И каким И показано Каким образом Иисус Ведя эту Величественную Битву С врагом Рода Человеческого Совершил Исцеление Одержимого Бесами И что за этим Последовало Я буду читать В переводе Петра Кулакова Вы открываете Либо этот перевод Либо известный нам Синодальный перевод И будем вспоминать И знакомиться С текстом Итак Переправившись На другой берег Моря Они оказались Земле Герасинской Как только Иисус Ступил Из лодки На берег Навстречу Ему Из могильных Пещер Вышел Одержимый Нечистым Духом Человек Он жил В этих Пещерах Никто Не мог Удержать Его И даже Цепи Не помогали И хотя Не раз Он был Скован По рукам И ногам Разрывал Он цепи И разбивал Оковы Так что Одолеть Его Никому Не удавалось Всегда Днем И ночью То в склепах То на горах Он кричал И бился О камни Издали Увидев Иисуса Он подбежал К нему Пав ниц Пред ним И громко Закричал Но что тебе Нужно От меня Иисус Сын Бога Всевышнего Заклинаю Тебя Богом Не мучь Меня Так он Говорил Потому что Иисус Сразу же Сказал ему Выйди Нечистый Дух Из этого Человека И потом Спросил его Как имя Твое А тот Ответил Иисусу Имя Мое Легион Ибо Нас Много И стал Умолять Иисуса Не Изгонять Из этой Земли А там Под горой Послось Большое Стадо Свиней И Нечистые Духи Стали Просить Его Пошли Нас Свиней И Дай нам Войти В них Он Позволил Им Бесы Выйди Из Одержимого Вошли В свиней И стадо Около Двух Тысяч Свиней Ринулось Скручив Море И утонуло В нем А свинопасы Поспешили Сообщить Об этом В городе И окрестностях И жители Тех мест Пришли Посмотреть Что случилось Подошли Иисус Иисус Попросил Иисуса Позволь Мне Быть С тобой Но Он Не Позволил Ему Сказав Иди К себе Домой Расскажи Своим Близким Что Господь Сделал Для Тебя И Как Он Помиловал Тебя И Тот Пошел И Стал Рассказывать В области Называемой Десятиградием О том Что Сделал Для Него Иисус И все Написано Дивились Этому Итак Перед Нами Вот Такая Потрясающая История Иисус С учениками Переправляется На Восточный Берег Галилейского Озера Огромного Озера В район Так Называемого Десятиградия В Предшествующий День Иисус Произнес Проповедь Перед Большим Количеством Людей У моря Которая Главным Образом Эта проповедь Состояла Из притчи Затем Он Переправился На другой Берег При этом Он Усмирил Бушующее Море Бурю Морскую Расстояние От одного Берега На другой В этом месте Было Примерно Одиннадцать Километров И Целью Ради Которого Он Переправился В менее Населенный Восточный Берег Из Галилея Ну Во-первых Была Короткая Передышка От народа Который Его Теснил И Обстоятельством Евангелисты Свидетельствует Что Христос Передвигался И Возвещал Пришествие Царства Божьего В сердца Человеческие Не только В Галилее Но и В языческом Десятиграде Это была Его намеренная Цель Он Переходил С территории Ирода Антипа Капернаумы Хоразин На территорию Филиппа Сына Ирода Великого Это Вифсаида Он Также Ходил За пределы Иудейской Территории В район Тира И в район Сидона Именно В этой Прибрежной Части Где Иисус Учениками И высадился Из лодки Было Много Пещер И Известниковых Скал И Многие Из них Служили В качестве Могильных Захоронений В то время Они Только Ступили На землю Как мы Читаем У Марка И Навстречу Им Выбежал Бесноватый Одежда Которого Состояла Только Из обрывков Цепей Надо Заметить Что Марка Упоминает Одного Бесноватого А Евангелист Матфей Говорит О двух Восьмой Главе Двадцать Восьмом Стихе Вероятно Один Из этих Двух Был Более Свирепым Более Одержимым Более Властным Более Неукротивым Более Демоничным И бесоподобным Поэтому Марк делает Акцент На нем Согласно Талмуду Существовало Тогда Четыре Признака Сумасшествия При помощи Которых Определяли Что происходит С человеком Одержим Он или нет Первый Признак Это Если человек Блуждал В незнакомых Местах По ночам Второй Признак Это Если человек Проводил ночи На могилах Третий Признак Это Если человек Разрывал Свои одежды А четвертое Это Уничтожение Того Что было Получено От других И вот Все Вышеперечисленные Признаки Они как раз Сошлись В этой личности Повстречавшегося Бесноватого Лицом К лицу Столкнулись Не просто люди А Христос И Сатана В лице Легиона бесов Тот Кто Укротил Бурю Тот Кто Победил Сатану Когда тот Искушал его В пустыне После крещения Не был Намерен Уклоняться От встречи С бесами И князем Бесовским Он всегда Готов Ступать В великую Битву Властным Голосом Как мы читаем Господь Повелел Нечистым Духом Выйти Из бесноватого И его слова Мы читаем С вами Что произошло Тогда Слова Христа Проникают В омраченный Разум Бесноватого Он начинает Понимать Что перед ним Тот Кто может Освободить От Вот этого Демонического Влияния Присутствия И Конечно же Бесы Присутствующие В этом Одержимом Человеке Мы видим Закричали Через них Следующие Слова Потому что Человек Услышав Голос Христа Наверное Внутренно Даже Несмотря На всю Одержимость И Вот эту Болезненность Данной Ситуации Он Внял Словам У него Какой-то Возможно Импульс Отклик В сердце Зародился Надежда Какая-то Пробилась Сквозь Омраченный Разум И Бесы Закричали Через Него Что тебе До меня Иисус Сын Бога Всевышнего Не муч Меня Это был Крайне Тяжелый Случай Одержимости Потому что Раньше Преподобных Обстоятельствах Иисус Как власть Имеющий Давал Приказ Выти Бесам Вон И они Оставляли Тотчас Человека Но на этот Раз Мы видим С вами Вот так Сразу Освобождение Не происходит Это не значит Что Иисус Был Менее Всесильным В этом Случае Нет Но тем Самым Показывается Нам Насколько Действительно Во власти Бесов Находился Вот этот Вышедший Из пещер К Иисусу И к ученикам Человек И тогда Господь Спросил Как тебе Имя А он Он знал Конечно же Иисус С кем он Имеет Дело Какое Имя Вот Вот Этих Сил Тьмы Которые Держивают Несчастного Человека Но он Спросил Задал Этот вопрос Для того Чтобы Ученики Находящиеся Рядом С ними Увидели Всю цепь Событий Происходящего В этой Истории В то В то В то В то В то время Считалось Что Узнав Имя Беса Тот Кто Узнал Приобретает Над ним Некую Власть И Древняя Логическая Формула Гласила Заклинаю Тебя Бесовский Дух Кем Бо Ты Скажи Кто Ты То есть Люди Верили Что Когда Имя Беса Становится Известно Его Сила Ломается Он Становится Тогда Уязвим Легион Имя Мне Потому Что Нас Много Последовал Ответ То есть Бесы Используя Одержимых Как Посредников Просили Позволения Войти В Большое Послось Неподалеку На склоне Горы Иисус Позволил Им Стадо Свиней Придя В неистовство Потому Что Бесы Вошли В них Сразу Бросилось Низ С утеса И Утонуло Все Стадо В море И Вот Здесь Надо Подчеркнуть Важную Деталь Кто Такие Бесы Это Падшие Ангелы Это Приспешники Сатаны И его Последователи Которые Так же Как и Он Преисполнены Эгоизма Человека Ненавистничества Так же Как и Их Предводители Они поддержали Своё время Восстание На небесах Вот Во главе С Люцифером Соответственно Когда они Просили Иисуса Чтобы он Разрешил им Войти В стадо Свиней Они Действовали Не просто Так Спонтанно Лишь бы Как-то Что-то Предпринять И Решить Свою Участь Да А они Опять же В этой Ситуации Гибельности Для себя Применяли Всю хитрость И тактичность В борьбе Против Человека И противостояние Христу Их план Был Прост И коварен И об этом Пишет Божья Вестница Елена Вайт В книге Желаний Веков На странице Давайте Прочитаем Это будет У нас 303 Страница Она пишет Уничтожив Стадо Свиней Сатана Хотел Отвратить Народ От Спасителя И помешать Проповеди Евангелия В этой Местности В местности Десятиградия Среди Язычников Сатана Самый Хороший Психолог Самый Хороший Стратег Самый Хороший Аналитик Самый Хороший Социолог Он Прекрасно Знал Какими Ценностями Живут Жители Этого Региона Этой Местности А ценности Были Далеко Ну Как бы Может Такого Ну Бездуховного Больше Прагматичного Содержания Пастухи Видят Все Произошедшее Что именно Они увидели Что одержимые Бесом Чудесным Образом Преобразились К ним Вернулась Здравость Мысли Сознание Человеческий Вид На лице Эти люди Уже не хулили А наоборот Сладили Бога За свое Избавление Второе Что увидели Пастухи Это то Что бесовский Легион Получил Просимое И войдя В стадо Свиней Бросился С утеса В море И вот С такой Сводкой Новостей С жареными Новостями Как говорится Пастухи Отправились В первую очередь Своим хозяевам К народу В трепете И изумлении Пишет Елена Вайт Окрестные Жители Собрались Вокруг Иисуса И тех Освобожденных Обрезших Здравый ум Которые Сидели У ног Спасителя Слушая Его Наставления Прославляя Имя Бога Но Тех Кто Собрался Там Возле Иисуса Вот этих Людей Не радовало Это Потрясающее Зрелище Преображение Преобразование Или как в православии Говорится Обожение Человека Когда Под влиянием Благодати Человек С дичайшим Видом Одержимого Становится Кротким Любвеобильным Славящим Бога Чадом Божьим Это Потрясающе На самом деле Значительное Событие Нежели Все другое Но мы Видим С вами Что Потери Свиней Казалось Этим Людям Более Значимым Событием Нежели Избавление От плена Сатаны Настоящих И живых Соплеменников В этом То и состоял Вот как раз Коварный Замысел Сатаны И его Соучастников Бесов Они знали Что если Расстроить Обычный уклад Жизни Этих людей Этих местных Жителей То эти люди Пожелают Чтобы Нарушитель Спокойства Как можно Скорее Ушел От них Оставил Их Людям Больше всего Нужно Чтобы их Оставили В покое И то Как они Жили Так все И продолжало Существовать Первая причина По которой Местные Жители Не захотели Принять Христа Это Нежелание Чтобы их Размеренная Упорядоченная Как бы Предсказуемая Жизнь Была Нарушена Даже Таким Событием Преображения Людей Ценой Платы Стада Свиней Знаете Братья и сестры Вот если мы Смотрим Вокруг себя Не важно В каких Условиях Пандемия Или Это обычный Ритм Жизни То мы С вами Отчасти По большей части Видим Именно Такую Картину Представьте Если бы Кто-то Сегодня Пришел К нам И сказал Я могу Дать вам Мир В котором Всем людям Будет Хорошо Только Ваши Личные Покой И удобства Будут Нарушены Или По крайней мере Вам придется Обходиться Чем-то Меньшим Чем вы Обходились До этого Что бы Мы Ответили На такое Предложение Будучи Необращенными Людьми Скорее Всего Мы Сказали Не Смей Это Трогать Не Смей Нарушать Пусть Все Остается Так Как Есть В Моей Жизни Вторая Причина По Которой Местные Жители Не Приняли Христа Это Та же Проблема Но С другой Стороны Грешные Люди Предрасположены В сердце Своем Говорить Не Трогайте Моего Никогда Как Правило Не Расстаются С тем С чем Владеют Вот Потому что То чем Они Владеют Это Как бы Гарантия Их Успеха И залога Для Счастливой Будущей Жизни Стабильность Жизни Предсказуемость Обратите Внимание На Цыганок Если Они Занимаются Промыслом Через гадание Зарабатываем Средств Они Всегда Обещают Молодым Людям Которым Гадают Наслаждение Вот А Старым Они Предсказывают Богатство И только Богатство Потому что Цыганки Хорошо Знают Психологию Человека Знают Сердечные Помыслы И знают Что Последним В человеке Угасает Чувство Жадности И Утрата Старым 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 Инициатив людей приходит больше, а в последующие дни их становится все меньше и меньше Почему количество людей, приходящих услышать Евангелие, как правило, снижается, приходит к упадку Потому что люди слышат о Христе, слышат о святости десяти заповедей, о верности в десятине, о предостережении трех ангелов Они слышат обо всем этом и боятся подумать о своей дальнейшей жизни ответственно Они боятся опасности прийти к новым выводам и решениям Трусость мысли, литургия ума, спячка души, предсказуемое положение дел Это ужасающие на самом деле вещи, с помощью которых сегодня дьявол воюет за сердца человеческие Жители Гадаринской страны изгнали Иисуса, потому что Он нарушил их покой Потому что Он вклинился, вмешался в их привычный уклад жизни Поэтому многие люди сегодня должны сделать то же самое, не впуская Христа в свое сердце Для совместной вечери с Ним, участия Его в своей жизни Для того, чтобы быть бойцом на стороне Христа Но данная история никак не могла закончиться поражением сына И попыткой желания выдворить его за территорию местности, на которой жили гадаринские жители Как бы ни хитрил дьявол, что бы он ни делал для погашения благой вести Но в великой борьбе Он никто иной, как обреченный на постоянное поражение То, что не смог сделать тогда Христос среди народов Десятиградия Сделали вот те люди, которые пережили исцеление от одержимости Елена Вайт в книге «Желания веков» на странице 302 пишет Двое исцеленных бесноватых стали первыми миссионерами, которых Христос послал проповедовать в Десятиграде Они сами были доказательством того, что Иисус – Мессия Они могли рассказать о силе Христа то, что сами узнали, увидели, услышали и почувствовали Это может делать каждый, кого коснулась Божья благодать Вот здесь мы снова давайте возвратимся к событиям Великой Отечественной войны, братья и сестры И вспомним, как Гитлер хвалился о том, что город Сталинград уже почти в руках фашистской армии Осталось предпринять только несколько каких-то уже незначительных маневров Командующий 6-й армией Паулюс сообщил 25 октября 1942 года по радио, что рассчитывает самое позднее к 10 ноября взять Сталинград В настоящее время русские вряд ли в состоянии вести крупные наступления в широких масштабах Паулюс и его фюрер, они ошибались Начальник Генерального штаба Красной армии Александр Михайлович Василевский пишет в своей книге «Дело всей жизни» такие слова Примечательные черта контрнаступления под Сталинградом – скрытность его подготовки Были проведены мероприятия, которые исключали бы просачивание сведений о масштабе контрнаступления Времени проведения, направления главных ударов и способов действия 19 ноября, как было предусмотрено планом «Уран» началось неожиданное наступление Красной армии под Сталинградом В результате 23 ноября сомкнулось кольцо окружения вокруг гигантского количества немецких войск общей численностью 330 тысяч человек, которых потом настигла голодная и холодная зима Заслуга ставки Верховного Главнокомандования Генштаба, писал Георгий Константинович Жуков, состоит в том, что они оказались способными с научной точностью проанализировать все факторы этой грандиозной операции, сумели предвидеть ход ее развития и завершения Вот если с этой иллюстрации о Великой Отечественной войне снова перешагнуть нашу иллюстрацию, связанную с исцелением бесноватых и жителями гадаринской страны Просчет дьявола в истории с бесноватыми и жителями похож на просчет гитлеровских войск под Сталинградом, под командованием Паулюса Люди этой страны, они не желали впустить к себе Иисуса Но для них характер Небесного Отца должны были донести живые свидетели Христа, преображенные лично Его благодатью и силой Гадаринская страна – это предвосхищение Христом всего мира То, что не сумели сделать иудеи по своему призванию, то сделали два освобожденных от бесов и обращенных ко Христу язычника Они, согласно Божьему плану, стали сеять семена правды Христовой на территории тех городов, откуда ранее вышли такие известные всему миру люди, как великий эпикурейский философ Филодем, современник Цицерона Замечательный мастер греческой эпиграммы Мелиагр, известный сатирик Мениб и Ритов Теодор, учитель римского императора Тиберия Поэтому мы с вами видим, что в контексте великой борьбы между Богом и Сатаной нечто важное произошло в тот момент, когда Христос вступил на Гадаринскую землю Два человека, которых Господь отправил к родным, они принесли собою, своим образом жизни, своим свидетельством в эту землю свет христианства Они были живым и ярким примером того, что Христос может сделать с человеком и для человека Наша слава не в том, что мы можем сделать для Христа, а в том, что Христос может сделать для нас и через нас Возрожденный человек – вот неопровержимый аргумент Церкви Божией на земле Таким образом, Христос столкнулся с греческой цивилизацией в Десятиграде Все в этой жизни где-то берет свое начало Везде вступает Христос, потому что Он хочет повсюду на всей земле завоевывать сердца человеческие любовью и благодатью 28 лет назад в Москве родилась община Замоскворецкая Всех ли людей достигла весть о Христе, который находится в круге нашего влияния, братья и сестры? Все ли люди в нашем окружении знают о скором втором пришествии Христа? Христос всегда должен начать исцеление благодатью с кого-то и через кого-то Почему бы ему не начать исцеление благодатью и любовью с нас и через нас? Великое преимущество для обращенного человека – быть соучастником великой битвы, великой борьбы и сражаться на стороне Господа В одной из своих книг христианин Крис Валатон описывает верующих, которые воспринимают свою жизнь как великую битву между Христом и Сатаной Давайте прочитаем его слова Они смотрят на дьявола, как на сильного врага, с которым они призваны сражаться каждый день У них нет времени на глупости и терпения для самоуспокоения Их мир – это война, в которой решительные люди берут царство Божьей силой Возможно, вы родились, чтобы быть солдатом, но пока по какой-то причине не вступили в армию Бога Вы существуете в состоянии постоянного огорчения, потому что верующие люди вокруг вас живут спокойной жизнью в то время, когда битва разворачивается прямо рядом с ними В Евангелии от Марка, в пятой главе, двадцатом тексте, греческий глагол кэрюсо дает более правильный перевод для понимания того, что делали на своей земле среди своих земляков вот те исцеленные Господом люди И пошел и начал провозглашать подобно Глашатаю в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились Пусть наша жизнь будет подобна жизни Божьего победоносного Глашатая И эта библейская история, пускай нас учит, что Иисус Христос в великой борьбе никогда не проигрывает А победы Он достигает с помощью возрожденных Его святой кровью верных христиан, коими, как я верю, надеюсь в это, и мы с вами являемся Аминь, братья и сестры Бог всем нам в помощь Иисус Христос